Кристина Фиш Для меня это страсть, это танец, это наваждение, это сногсшибательная гармония, ритм. Это все. Это мой характер. Пьецола не любили традиционалисты. Его обвиняли и критиковали за то, что он сделал главной саму музыку, а не тангеро. Классик старой формации Анибаль Тараила в тангооркестре, которого Пьецола работала в 40-е, однажды напомнил молодому астру, что люди хотят танцевать, а не слушать. Теперь даже спорить нет смысла. Мэтр был неправ. Великий астр Пьецола вывел танго на концертную эстраду. Это очень удивительно, потому что танго, ведь мы привыкли, как бы сказать, музыкосопровождение каких-то танцевальных пар или там это, а это на концертной эстраде, самостоятельные номера. Если стороннему человеку сказать, что танго будет исполнять на балалайках, он улыбнется и скажет, что не могут эти инструменты передать чувственность и взрывать темперамент этой музыки, пока не услышат исполнение вживую. Какая уж там калинка-малинка. Были в Италии, были в Испании, и всегда в Германии, и всегда воспринималось удивление от того, как это можно в таких инструментах так красиво играть. А в зале ни одного свободного места. Здесь в усадьбе Рукавишниковых одна особенность. Зрители очень близко от музыкантов. Солист Никита Власов говорит, это совсем не просто играть глаза в глаза. Это сложно, потому что ты слегка боишься поднять глаз на них, а то вдруг что-то не то. Понимаешь, как мне сегодня начало вдруг сменялиться. Да, и ты понимаешь, что здесь рядом сидит публика, которая видит все, конечно, не очень удачно. Но здесь акустика интересная под аккордеоном. А сама танго, зародившись в борделях Буэнос-Айреса, прошла фееричный путь от постыдного и запретного танца до обожаемого в самом высшем обществе. Но сегодня хотелось не танцевать, а перестрадать эти пронзительные мелодии вместе с Домрой, Балалайкой и Аккордеоном. Ксения Юдорзина, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.